финансово грамотный человек кто он управлять своими доходами и расходами мы стараемся помочь всем нашим клиентам освоить эту науку человеку который хочет выбрать кто-то не тот или банковский продукт на что обратить внимание хорошо бы хотя бы немного понимать механизм его работы начать нужен выбора банка тогда я уверена все получится экономические условия которые сложились в период коронавирусной пандемии изменили жизнь большинства россиян многие стали говорить о финансах и финансовой грамотности появляются онлайн-курсы и тренинги на которых простых граждан могут научить как правильно распоряжаться своим бюджетом и формировать сбережения но узнает ли население что означает финансовой грамотность на самом деле поговорим об этом сегодня заместителем управляющего самарским отделением сбербанка лечить него имели михал на приветствую вас здравствуйте здравствуйте финансовая грамотность финансово грамотный человек вот кто он с вашей точки зрения каким он должен быть какими качествами обладать какими знаниями навыками финансовая грамотность на мой взгляд это совокупность знаний умений навыков привычек человека которые позволяют принимать ему разумные финансовые решения например управлять своими доходами и расходами иметь навык не только сохранение своих средств но и их приумножение понимать как и когда нужно взять заемные средства и как это может помочь в осуществлении своих насущных проблем как освоить вот эту науку финансовой грамотности если в вашем например ваша организация какие-то проекты по повышению финансовой грамотности населения в принципе в целом в общем да конечно одна из стратегических задач сбербанка это повышение финансовой грамотности населения это еще и социальная ответственность банка поэтому мы стараемся помочь всем нашим клиентам освоить эту науку дать им максимум информационных полезных материалов как сохранять инвестировать страховать и другие и выполнять другие аспекты своей финансовой жизни для этого есть ряд проектов которые мы пустили для разных возрастов и для детей и для более старшего поколения например мобильное приложение для детей где с помощью дружелюбного кота ребенок может совершенно игровой форме научиться осуществлять свои первые финансовые операции получить карту и учиться тратить сберегать и таким образом постепенно и весело приобщаться а его родители в своем мобильном приложении могут контролировать весь этот процесс до людей старшего поколения в сентябре этого года был запущен новый информационный проект где собраны все материалы в сфере финансов и для людей совершенно разного вор возраста и уровня достатка и что важно в разные подачи материала и это и академические лекции и ролики и целые обучающие курсы например курс как вести семейный бюджет в этом курсе рассказывается как сэкономить хозяйки начиная с каких-то бытовых мелочей и заканчивая уже совершенно серьезными операциями ну например как рефинансировать ипотечный кредит под более низкую ставку какая-то обратная связь поступает от ваших клиентов то есть спасибо какие замечательные вот эти приложения программы то есть отзывы есть конечно наши клиенты очень довольны и те кто уже один раз попробовал использовать эти образовательные проекты становятся их постоянными слушателем или михалова упоминали про то что финансово грамотный человек должен все-таки думать о безопасности и сохранности своих финансов вот на что следует обратить внимание здесь и какую работу ваше учреждение проводит в этом направлении через какие каналы подается информация клиентам ну да это очень важный аспект сергей и банк проводит огромную системную работу по предотвращению посягательств разных недобросовестных элементов ну например в мобильном приложении банка есть даже раздел который называется не дай себя обмануть где представлена вся информация что можно и что не нужно делать чтобы сохранить свои денежные средства а кроме того банк использует все доступные каналы информирования это и смс рассылки сайт отделение банка и другие чтобы донести информацию для всех своих клиентов ну и здесь конечно нужно упомянуть что и каждый человек сам ответственен за сохранность своих денежных средств и его уровень кибер грамотности напрямую влияет на то чтобы его денежные средства были сохранности и не поддавались никаким действиям злоумышленников ну например все знают об этом много говорят что нельзя отвечать ни на какие неизвестные телефонные звонки и давать свои персональные данные свои номера карте рви код и другое а каким-то неизвестным лицам важно помнить что всегда можно перезвонить и уточнить всю информацию колл-центре любого банка по официальным номерам по официальному номер алинах а мы сказали также что финансово грамотный человек это человек который идет в ногу со временем и умеет ориентироваться разбираться в многообразии банковских продуктов вот как здесь себя вести финансово грамотному человеку человеку который хочет выбрать тот или не тот или не банковский продукт на что обратить внимание я рекомендую обращать внимание на два аспекта первые конечно же выбор учреждения выбор банка где вы хотите совершить ту или иную операцию или воспользоваться той или иной услугой ну и второе чтобы приобрести какой-то банковский продукт хорошо бы хотя бы немного понимать механизм его работы для этого можно почитать на сайте можно обратиться к специалисту любого банка который расскажет как работает то ли иная карта вклад или кредит тогда предлагаю по порядку давайте начнем с дебетовой карты например как ее оформить а при выборе дебетовой карты важно помнить что получая карту вы открываете банки счет и начать нужно стал с выбора банка посмотреть что для вас важно для одних важно чтобы рядом находился филиал банка или банкомат для других важно простой или удобный интернет банкинг исходя из этого делайте и свой выбор ну и конечно выбор карты нужно определиться где вы планируете использовать эту карту и какие операции планируете по ней проводить какой платежной системы международной или локальной будет эта карта планируете ли вы используете ее в интернете или больше снимаете средства в банкомате карта имеет разные статусы и разную стоимость и важно правильное сочетание сколько вы готовы платить за использование карты и вместе с тем какие привилегии и бонусы вам важны при использовании этой карты ну и конечно что сейчас очень актуально бонусные правда программы большинство банков предоставляет кэшбэк или бонусные программы программы привилегий в зависимости от категории трат будут и и разные программы разные бонусы к любой карте на это тоже стоит обращать внимание а вот как ориентируется в многообразии вкладов как грамотно подойти к выбору того или иного вклада при выборе вклада я рекомендую исходить из цели накопления если вы понимаете что вам нужна определенная сумма к определенной дате и вы не планируете раньше этого срока использовать эти средства конечно целесообразно будет открыть срочный вклад с повышенной процентной ставкой скорее всего у вас будет отсутствовать функция частичного снятия или пополнение ты вклад этого вклада но доход который вы получите будет максимальный а если же например вы не знаете как когда понадобятся денежные средства и планируете в каком-то хаотичном порядке пополнять этот счет лучше открыть накопительный счет процентная ставка будет чуть ниже но вы будете свободны в использовании тех денег которые будут на хранить на этом накопительном счете очень удобно комбинировать разные банковские продукты имея и карту и вклад вы можете оперативно управлять своими деньгами не держать все средства на своей карте а частично переводить их на накопительный счет или срочный депозит любой интернет интернет банкинг позволяет это делать легко и просто ну и вы упомянули про кредит и про кредитную карту вот на что следует обратить внимание здесь им как правильно оформить данные продукты ну и рационально расходовать средства на что потратить кредит тоже очень важный вопрос для человека который хочет освоить финансовую грамотность до кредиты кредитная карта очень актуальные банковские продукты ими пользуется чем большая часть населения выбирая здесь из всего многообразия важно помнить следующее если вы планируете большую дорогостоящую покупку такую как квартира машина оплата обучения следует начать с изучения целевых программ ипотечные автокредиты по таким программам как правило ставка бывает ниже а если денежные средства нужны на более какие-то мелкие вещи или на много сразу потребности то можно взять обычный потребительский кредит последнее время очень большой актуальность приобретают кредитные карты кредитная карта это вообще другая философия потребления это и карты и кредиты все вместе и кредитная карта позволяет еще и не платить проценты кредитная карта этому и отличие от кредита в общем-то да кредитная карта любая кредитная карта например имеет грейс период это льготный период в течение которого вы пользуетесь заемными средствами но проценты банку не платить у разных банков он разный но в целом уже доходит многих до 120 дней. Соответственно, если вы финансово грамотный человек и понимаете, что можно использовать эти средства в период, например, акции, распродаж, а потом в течение трех-четырех месяцев, не уплатив процентов, просто вернуть их банку. Приобретая кредитную карту, конечно, тоже нужно внимательно посмотреть на условия. Карта имеет разную стоимость обслуживания, и это важно знать. А разные бонусные программы, так как это тоже карта, то любой банк свои программы лояльности распространяет не только на дебетовые, но и на кредитные карты. Лилия Михайловна, я думаю, что какие-то основные базовые моменты мы с вами раскрыли, поговорили о них. Вот какие практически советы вы можете дать, какие рекомендации нашим зрителям на пути к освоению этой науки финансовой грамотности? Какие привычки, может быть, следует выработать? Финансовая грамотность – это тоже наука, вы правильно назвали, и как в любой науке, чем больше усилий вы приложите для того, чтобы что-то посмотреть, изучить, почитать, тем больше отдач вы получите, когда будете использовать любые финансовые банковские инструменты. Ну и в целом хочется, наверное, порекомендовать, попробовать научиться жить по принципу, не когда деньги управляют вами, когда вы управляете своими деньгами. И тогда, я уверена, все получится. Сегодня мы беседовали о финансовой грамотности, и свое экспертное мнение высказала заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Четнева. Субтитры создавал DimaTorzok